Сахалинские «Акулы» не справились с петербургским «Динамо». В рамках регулярного чемпионата МХЛ гости из северной столицы победили со счетом 5-1. Исход встречи предрешил второй период. О нем и не только в следующем сюжете. Сахалинские «Акулы» и «Динамо» – команды снизу своих дивизионов, но решают они совершенно иные задачи. Петербуржцы остаются главными соперниками капитана за борьбу в плей-ин. Островитяне же далеки от этой цели. Разницу заметили и на льду. За первый период гости дважды огорчили Станислава Корнеева. Инициатива была на нашей стороне. Мы перебросали соперника. Я думаю, команда готова на 100%. Просто надо реализовывать свои моменты. То же самое большинство, которое нам дал соперник. И также не пропускать головы. Во втором периоде у команды пропало и единственное преимущество. За 20 минут в творворот соперника бросили всего 4 раза. В ответ же получили 10. Три из них оказались голами. Третьему периоду команды подошли со счетом 0-5. Это преимущество сложилось из визуальных моментов. Мы поработали над ошибками из первого периода. Их не повторили. И счет на табло. Полная самодача. Никто не говорит о том, что надо расслаблять руки и опускать их. Наоборот, максимальная концентрация, без травм. Продолжать наращивать преимущество и готовиться к следующим играм. Это само собой. Чудеса в хоккее случаются. Но не в этот раз. Третий период мало что мог изменить. Акулы попробовали. Тренеры сменили вратаря. Голов не пропустили. Смогли даже забросить сами. Первую шайбу в составе оформил Богдан Петренко. Позитива. Третий период. Мы сегодня выиграли 1-0. Ребята начали делать то, что мы от них требовали на протяжении этих дней. Хоть и можно сказать, что мы уже проигрывали 0-5. Но все равно мальчишки руки не опустили. Продолжали. Да, есть моменты, есть нюансы. Будем работать. Для Сахалинских Акул этот матч не внес изменений в положение в таблице. Команда по-прежнему занимает 8-е место. Следующий матч состоится против Ярославского Лока. Железнодорожники не проигрывали уже 10 матчей подряд. Влад Французов, Иван Гамзов, Илья Назаров, Солнце ТВ.